Она ещё молода. Плохо знает жизнь и не даёт отчётов в том, что творит. Это нормально. Такое бывает у всех в начале пути. Ошибки, потери. Вопрос в том, чтобы ошибки были маленькими, а потери восполнимыми. Я надеюсь, что её ошибку ещё можно исправить. Я могу вам дать только совет. Не делайте неверных ходов, Женя. Но ведь подчинять все чувства, эмоции, порывы, ввелениям разума, это же ужасно. Сядь. Деточка, слепые чувства, лишённые света разума, скоротечны и фатальны. Тебе понятно это? Они ничего после себя не оставляют, кроме разрухи, хаоса и ощущений бесценности в жизни. Ну да, через это иногда полезно пройти. Потому что только пережитые ужасы дают нам потом возможность в полной мере насладиться миром и покоем разумно устроенного бытия. Ну что я вам буду говорить прописные истины? Мне очень жаль, что всё так получилось. Нет, милая, сожалеть вы начнёте потом, Когда рухнут с небес и разлетятся в дребезги все ваши хрустальные замки. И когда поглотит их чёрная бездонная пропасть. И не останется у вас ни крупицы надежды, ни проблеска света. Ничего, кроме страшной уродливой правды жизни. И вот тогда, стоя на краю этой бездны и понимая, что уже никогда и никого вам не вернуть, Вот тогда вам действительно будет жаль, что всё так получилось. Нет, нет, это так не может быть. Это неправда. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ